Приветствую! Вы на канале Realistik PS. Мы продолжаем рассекать безграничные просторы интернета в поисках отличного патча для ПК-версии PS 2021. И сегодня у нас на очереди FW-патч первой версии. Как оно и бывает, мы рассмотрим содержимое этого патча, ознакомимся с его сильными сторонами, также постараюсь вкратце объяснить вам, как его устанавливать, ну и в конце небольшой вердикт по увиденному. Перед началом не забудьте поддержать этот ролик лайком и комментарием, а канал подпиской и колокольчиком, за что вам большое спасибо. Как и все патчи для PS 2021, FW лицензирует все имеющиеся лиги в игре, но по большей части он делает акцент на АПЛ, Ла Лигу и Бундес Лигу, ну и немного чемпионшип. Тем самым не добавляя новые лиги, наподобие МЛС, Японской Джей Лиги, ну и так далее. Но это трудно отнести к минусам данного патча, поскольку та работа, которая проделана над тремя топовыми лигами, она объясняет отсутствие каких-либо новых лиг. Какая же отличительная черта этого патча? В чем плюс его контента? А в том, что он добавляет качественные формы для клубов, а также для каждой стимы был подобран реальный шрифт. Это можно заметить на примере шрифтов команд Бундес Лиги. У команд АПЛ, Чемпионшипа и Ла Лиги тоже реальные шрифты, но они все следуют стандартам своих лиг, поэтому различия у них незначительные. Для каждого игрока английской пример лиги и Бундес Лиги были созданы реальные и, что самое главное, качественные минифейсы. Я на самом деле люблю такие вещи, и в данном патче она реализована очень качественно, поскольку все изображения были взяты с сайтов конкретных лиг и команд, благодаря чему фото у всех одинаковые, нет проблем с разрешением и качеством вырезки. Для других команд из других лиг минифейсы тоже должны иметься, но только уже в меньшем количестве. Помимо этого, все тренеры из ранее названных лиг имеют актуальный минифейс, да и в целом все менеджеры правильно распределены по их командам. И поскольку Бундес Лига по сути сделана с нуля, в отличии от АПЛ, Чемпионшипа и Ла Лиги, разработчики сообщают, что все игроки имеют приближенные характеристики и статы, а сами команды из немецкой лиги располагают правильными тактиками и командами по дерби. Ну и в заключении, также патч добавляет новые бутсы и вратарские перчатки. Теперь же вкратце поговорим об установке. Для этого патча вам естественно нужна чистая версия игры, и не важно, будь это лицензия или же пиратка. Если же вы располагаете пираткой, то для этого патча вам также понадобится DLC 2.0. Устанавливаем его вручную через программу Deep File List, выбрав в окошке с DLC No DLC. Далее скачиваем сидр, если его у вас также нет, хотя большинство модификаций добавляются как раз таки с его помощью. Распаковываем файлы сидра из архива и кидаем их в папку с вашей игрой. Ну и после всего этого, скачиваем уже сам патч, ссылка на который будет в описании. После того, как вы распаковали архив, копируйте папку live.kpk и вставляйте ее в папку spes.2021. Затем открываем файл sidr.ini через блокнот и прописываем там следующие строчки. Или же можете их скопировать и просто вставить, после чего сохраняем и закрываем. Ну и после этого, нам остается только скинуть файл под названием edit в нашу папку с игрой в моих документах. То есть, путь должен быть следующим. MyDocuments, Konami, eFootballPS2021, далее там папка с длинным номером и конечная должна быть папка save. Файл скидываем туда. И на этом все, установка завершена. Перед тем, как заходить в игру, не забывайте открывать сидр, чтобы у вас все отображалось. Откройте, сверните и уже после этого запускайте PS. Ну и в самой игре, не забывайте отключать оперативное обновление, чтобы у вас корректно отображались составы. Что касаемо другого контента в виде стадионов, тв-папасов и прочего, то этим, к сожалению, патч не располагает. То есть, в случае, как и с патчем Smoke, придется устанавливать уже все отдельно. Но если для того же Smoke выходит подобные паки, то в случае с LV-патчем, вы скачиваете и устанавливаете через сидр все, что вашей душе угодно. Благо, патч универсальный и совместим с другими модами. Также, заранее отвечая на вопрос касательно совместимости с онлайном, да, по словам разработчиков, он полностью совместим для игры в Майклабе. Мне же данный патч очень приглянулся, потому что я фанат подобной проработки лиг, когда сделаны все минифейсы, формы имеют актуальные шрифты и актуальный вид. То есть, все это очень круто. Да, он не добавляет какой-нибудь MLS, но на это разработчики отвечают очень даже правильно. А именно, качество для них важнее количество. Поэтому в рамках данного патча, разработчики предпочитают работать над уже имеющимися лигами. Ну а качать ли EVV патч, это уже дело ваше. Так же, как и ставить лайк этому ролику или же нет. Но на этом я бы настоял, поскольку тем самым вы поддерживаете ролик, ну и соответственно канал. Поэтому не поленитесь отписать пару строк в комментариях, подписаться на канал, если находитесь здесь впервые, ну и нажать на колокольчик для уведомлений. О выходе роликов и начале стримов на этом канале. Всем спасибо за просмотр и прочие активности. Играйте в PS с удовольствием и смотрите канал RealistikPS. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok